Связующее звено между Европой и Китаем в Самарской области идет масштабное строительство Волжского моста в районе Климовки. Трасса в обход Тольятти длиной 100 километров с мостовым переходом в 3,5 километра важна для всей страны. Как сейчас идут работы, на месте выяснили полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров и губернатор Дмитрий Азаров. Новая дорога позволит сократить время движения от Москвы до Самара, а в перспективе станет частью стратегически значимого транспортного коридора. Рассматривали вариант разместить производство в Калуге, но там первоначальный... Приняли правильно. Да, там очень долго согласовали, а здесь мы быстро прошли, и несмотря даже на ситуацию с коронавирусом, все очень быстро прошло, я благодарен соответствию региональным властям. Новая технология впервые будет применяться в России, где, как не в Тольятти, могло быть размещено такое оборудование. Лазерная сварка каркасов автомобильных сидений. Производство создается в особой экономической зоне Тольятти. Территорию вмещает массу высокотехнологичных предприятий, и на сегодня зарегистрировано уже 25 резидентов из восьми стран. Компании по изготовлению автокомпонентов намерено уже к началу нового года создать 100 новых рабочих мест, а еще через полгода принять дополнительно 400 работников. Еще никто не производит каркас автомобильных сидений с использованием лазерной сварки. Это позволяет уменьшить металлоемкость продукции и, как итог, снизить общую массу автомобиля. Всем резидентам особоэкономической зоны особые условия – налоговые льготы, подключение к энергоресурсам и права на землю. Но и отдачи тоже немалые. Они стабильно пополняют бюджет и обеспечивают работой жителей города. Кроме того, на этих предприятиях внедряются научно-технические инновации. Еще одно предприятие, которое посетили полпрет и губернатор – фармацевтическая компания. Завод на территории особоэкономической зоны ежегодно выпускает более 5 миллиардов таблеток и капсул, а в первом квартале 2021 года начнется строительство еще одной линии. Объем инвестиций в проект компании составил более полутора миллиардов рублей. О повышении качества медицинской помощи наглядно свидетельствует новое отделение поликлиники номер 3 автозаводского района Тольятти. 300 тысяч жителей города получают здесь первичную медицинскую помощь. И это одно из самых современных лечебных учреждений страны. Больница располагает хорошим диагностическим оборудованием. В этом году планируется открытие центра амбулаторной онкологической помощи. Пока строится конференц-зал наш и актовый зал, здесь мы проводим и большие мероприятия. Не менее инновационный, но уже в гуманитарном направлении Поволжский православный институт. Помимо наук, студентам преподают здесь нравственные и христианские основы. Таких учебных заведений всего три в России, еще два в Москве, но там они расположены в приспособленных помещениях. А здесь, в Тольятти, здание построено специально для института. Сейчас здесь завершается отделка и оформление концертного зала, в котором, как планируется, будет размещен единственный в Тольятти орган. Олег Зверев, Николай Милюткин. События.